Слава Господу! И в новом эфире, в эфире 7 на 70. У нас прекрасное время, и чудесно просто иметь Иисуса Христа в своем жизни. Прекрасное время в Армении, потому что у нас весна, и плюс к этому, что у нас весна, у нас прекрасный гость сегодня в студии нашем. Это очень известный проповедник, бывший в Советском Союзе, хороший пастор. У него один из больших церквей вообще в России. И плюс к этому, вообще очень хороший человек, который наполнен Духом Святым. Это Андрей Деринько. Привет, Андрей! Очень рад, что ты находишься на студии. Это большое благословение, что ты здесь. Но знаешь, Андрей, такой вопрос. Люди часто знают, как тебя, как пастора, как служителя, как телеслужителя, допустим. Но часто никто не знает твою личную жизнь. Можешь рассказать? Вообще, ты женат, имеешь детей. Спасибо. Вообще, я, может быть, издалека начну немножко о своем детстве. Я родился в христианской семье. Мой отец был служитель в такой ортодоксальной подпольной 50-й церкви. Это был... А ты родился в 50-й церкви? Да, да, да. И сколько вам братьев и сестер? У меня шесть братьев и пять сестер. Ой, брат, ты счастливый человек. Большая семья, да. Как ты сказал, я там родился, я сразу понял, что у тебя много братьев и сестер. Да, да, да. И ты был какой из них? Я второй. Ты второй был. И с детских лет мне посчастливилось знать о Боге. И, конечно же, много событий произошло в моей жизни, прежде чем я вот по-настоящему понял призвание, которое есть у Бога для меня, для моей жизни. Я родился в Азии. Это город Фрунзе, ныне это город Бишкек. В смысле, ты Ярослав потом приехал? Да, я приехал в Ярослав служить в армию. Хорошо. За мой миссионерский билет заплатила Советская армия. Вот тебе он пользу принес какую-то. Я думаю, что очень хорошую пользу. Где-то в 88-м году меня призвали служить в армию. Как раз это было то самое время, когда произошло землетрясение в Армении. Я помню, мы в армии как раз видели новости, когда 7 декабря, как сейчас помню, потому что у меня было много друзей с Армении. И когда 7 декабря показали новости, что произошло в Спитаке или на Кане, как раз я в то время служил в армии. И даже две роты из нашей воинской части, они работали вот... Вот. Продолжение следует...